Привет, ребята! Начало выпуска будет такое... Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Как я блуждаю по городу Череповец, я до сих пор еще здесь. Завтра у меня загрузочка на Брянск, откуда я и приехал сюда. Поэтому дальнобой у нас интересный на самом деле. А блуждаю я, потому что я ищу шиномонтаж. Я нашел уже погрузку, где у меня погрузка будет. Тут же рядом есть шиномонтаж. Сейчас вот я туда и еду. Сегодня воскресенье. Я, правда, не знаю, будут ли сегодня работать шиномонтаж. Но мне это надо, потому что мне надо перебортовать покрышку. Еще у меня сзади получается, сзади с левой стороны тоже надо снять колеса, снять барабан. У меня там какая-то проблема. То ли колодки слетели, то ли, в общем, что-то с колодками. На скорости начинается вибрация, ну, колеса и биение какое-то. Поэтому еду сейчас шинку еще. Надеюсь, что у меня сегодня все это получится сделать. О, да. Шинка открыта. Это, я думаю, очень хорошо. Так, паркуемся, наверное, как-нибудь. Как-нибудь, а как-нибудь. А как припаркуемся? Я даже не знаю. Наверное. Или не так. Так, у нас же будут снимать с этой, с левой стороны. Сейчас будем покороче припарковываться. Так, вот наш диск. Сейчас укажу шину, какую я вчера взял покрышку. Так. Вот оно, наше колесо, которое я вчера купил за 2,5 тысячи. Так, думаю, еще походит. Так, диск, колесо, все на месте. Все забортуют нам, все поставят. Так, и надо разбираться будет вот с этой левой стороной, с колесом. Что с ним у нас случилось. Почему так? Будем разбираться, снимать колесо. Видите, там какая-то стружка, короче. Вообще ужас. На самом деле, что там происходит. Поэтому, будем разбираться. А я на шинке. Ждем, в своей очереди. Итак, проблема у нас была вот такая, офигеть. Расторабанила, разбила весь диск. Видите? Охренеть. Вот это вот кусок этого диска. Был треснутый. Так, вот здесь у меня еще масло. Вот где-то подсачивается, блин. Жесть, короче, полная на самом деле. Так, я думал, у меня колодки. А оказывается, это были дела не в колодках. Офигеть. Так вот, ребята, бывает. Все спильки посрезал, видите. Сейчас буду искать новые спильки. Менять их. Ну, соответственно, уже там дальше по месту. Что-то делать. Здесь видите, как барабан подразбило. Жесть. Так, ребята, всем приветствую. Понедельник. Так, понедельник. И, видите, старые спильки. Вот они, да? Так, купил я комплект новых спилек. Сейчас вам покажу. Так. Сейчас как бы их распечатать. Комплект новых спилек. 10 шпилек. 1800 рублей комплект. Все. В общем, по-быстрому собираем. Ставим все на место. И едем на загрузку. Все, ребят. Удачно поставил спильки. Очень сильно торопился. Собрали мне, закрутили колесо. Собрал колесо, мне закрутили. В общем, сейчас я уже на загрузке. Сейчас жду очередь. Там вот, видно, если вдалеке. На металлургов 11. Металлистов. Металлистов 11. Дельта завод. Сейчас будем здесь грузиться. Грузиться будем профилем металлическим. 8 тонн. Фух. Все быстро. Все вообще очень скоро. Поэтому сейчас, как загрузимся, все по-человечески, по порядку. Я вам расскажу. Так что, погнали грузиться. Время идет. Все, вот так вот я освободил кузов. Как куча картона от этой мебели у меня осталось. Чистый пол. Сейчас будем грузить металл. Где-то там. Вот этот вот профиль. Вот такой профиль заезжает на кузов. Длина его тоже составляет 6 метров. У меня все такие будут пачкать? Почти. А там не будет так, что тяжелее, легче. С одной стороны. Просто если чуть-чуть потяжелее, то можно ставить на левый. А, ну все. Есть коробка у тебя еще одна пачка. Ага. Ясно. Да, упирай прямо туда. Это просто картон стоит там. Прямо упирай туда что-то. Все, можно. Не надо, не прижимай. А, не надо? Здесь останется. Ага. Его крепить не надо будет стяжками? Надо бы? Тогда, да. Тогда сильно не надо прижимать, чтобы я его закрепил. Так вот, красота. Вот так вот меня погрузили. Так вот я закрепил стяжками. Здесь этот груз. Около 8 тонн должно быть. по весу. Вот так вот. Все это и поедет. Все зачехляюсь. И за документами. Итак, друзья, покидаю я город Череповец. Наконец-таки. Планы дальше таковы. Выгрузка у меня стоит на 25 число. Это у нас будет среда. Сегодня понедельник. То есть, время ехать у меня в запасе достаточно. Сейчас главное мне найти на трассе шиномонтаж. Протянули, чтобы мне колеса. А дальше, в принципе, потихоньку ехать. Так как запаски у меня сейчас основной нет. Есть резина, но диска нет. Поэтому, как не звучало, это печально. Солярка дорогая. Что в Вологде, что в Череповце. 41, 42, 43 рубля. Я заправился по 36 метров. В общем, разнюхал там заправку. Частную по 36 заправил 120 литров. И думаю, что до куда-нибудь я дотяну. Или до Ярика. В Ярике покричу. Или вот кто будет сдавать, я куплю. Да и денег-то у меня особо нету на солярку. Потому что все деньги в безнали. Абсолютно все. О которых нету. Поэтому. Ну, буду что-то как-то... Не знаю. Надеяться будем на лучшее. Что вовремя перечислить деньги. Без задержек. Что я заправлюсь нормально. Ну, а тут главная удача, ребят. Чтоб колеса меня опять не подвели. Так что... Не экономьте на резине. Как я экономлю. Не экономьте на балансировке. На шиномонтаже. И будет у вас все в год. Вологда, ребята. Долгожданная Вологда. Скоро будет Ярославль. Сейчас потихонечку объедем, проедем эту Вологду. Останавливался я на шиномонтажке. Протянули мне колеса. Так как не стал я, в общем, баллонником своим тянуть. Е-мое. Баллонником не стал тянуть. Потому что баллонник срывается. Как бы портит гайки. Задние колеса, когда откручиваешь. Поэтому, в общем, решил заехать на шиномонтажку. Отдал 160 рублей. Парень протянул мне от души своим. Кневмопистолетом. Мощным. И, в принципе... Все, я думаю, прекрасно. Хотел вам еще, ребята, сказать про такое вот здесь. Везде, видите, с правой стороны стоят такие, как, типа, отбойнички. Или как это можно назвать? Где-то есть проволока, короче, натянутая. Здесь, и почему очень много ограничений? 60, 70, 80. Потому что здесь перебегают дороги лоси. Очень много, говорят, лосей. Если даже его сбить, я просто разговаривал с местными, то есть, как они говорят, 40 тысяч еще будешь должен за этого лося. Поэтому, представляете, вы едете туда, тащите 60, 70, 80. Оп, лось вам дорогу перебегает, разбивает вам машину, да, вы его сбиваете. И вы еще за него 40 штук кладите. Ну, бред какой-то собачий. Вот, 60, видите? Я вообще, я не представляю. То, наверное, надо сразу эту рогатину в кузов и на мясо, на рынок. Потому что вот так платить за машину тут надо, чтобы платили. Они, как-то, я не знаю, должны, обязаны сделать. Ну, в принципе, я вот ездил, да, уже не первый раз в Вологду, Череповец. Я ни разу вот лося не видел. Вот знак, 5 километров, бегает лось. Где он тут бегает, я вот ни разу его не видал. Как бы, ну, и встречаться с ним напрямую тоже не хочу. Поэтому, может, очень редко, но местные говорят, они частенько выбегают на дорогу, прям кидаются. Как косули, вот знаете, у нас вот косули в Челябинской области, везде Сверхловская, да, там вот это, везде одни косули. А здесь лоси. Так что, бывает, бывает вот так вот. Итак, господа, дорогой наш всеми любимый город Ярославль. Встречаем. Ура! Всеми знатные, своими убитыми дорогами. Проезжаю я его по окружной, это объездной. Заезжать в него не собираюсь. Правда, встану, наверное, на часок где-то на заправке. Сейчас на Газпроме буду кричать солярочку. Хочу взять дешевые солярки, ну, с рук. Потому что заправился я по 36 рублей. Солярку я взял 120 литров, сейчас 50 литров осталось. Поэтому надо заправляться, иначе я Москву не проеду. А за Москву проеду, там уже есть дешевые заправки. А перед Москвой я не встречал. Сейчас будем кричать, куплю топливо, куплю солярочку, куплю солярочку. Буду кричать, как раз приготовлю себе поужин. Поужинаю, ужин какой-нибудь. То я вроде поел, но уже все провалилось этой дорогой. На Москву куплю топливо на Газпроме. Итак, в общем, соляру я не купил на Газпроме. Никто не сдает, простоял больше часа. Смысла нету, поехал. Поеду сейчас, получается. Денис Фомин. Тебе привет. Нет, ты написал мне, где-то рядом со 108, на заправке Shell, по-моему, есть кафе. Там стоянка, в общем, душ, туалет, прачка, все есть. Сейчас, наверное, я до туда и поеду. Надо сходить в душ, побриться, а то я вообще оброс жестоко. Ну и, наверное, сегодня ночью проеду, отдохну и ночью или под утро буду проезжать в Москву. Как-то так. Я планирую, не знаю, солярку, где я заправить. Прям проблема и беда. Неохота мне дорогой заправляться. Она тут 39,50. Это на какой-то АЗС вообще левой. А на нормальной АЗС 41. Жесть. Очень дорого, ребята, очень. Итак, ребята, запомните это лицо, как оно выглядит сейчас. И при помощи супер-сверхъестественного монтажа вы увидите... А теперь зацените вот такой вот расклад. Как вам? Супер. Бодрящий кофе, ребята, от компании АЗС Трасса. С шоколадочкой вот такой. Капец. Чувствую себя, как будто не неделю не спавший. Ужас. Да качок, почему не спавший? Я вроде выспался. Просто я сегодня проехал, как бы, ну, так, прилично, да? Помылся, тем более, покушал. Поэтому все так вроде и это... Поэтому тянет на Сонос. Через 26 километров выезжаю на МКАД. И по МКАДу поеду уже на М3 трассу. Съеду и там где-нибудь спать буду. Время уже час ночи. Второй. Обалденный кофе, если честно. Сиропом лесных орехов. Сейчас зарядит меня бодростью, энергией. А вот даже, наверное, на завтрашний день. Иначе никак. Иначе. Уску за рулем. Видите, Москва требует жертв, чтобы проехать по МКАДу. Ну, можно было, конечно, выспаться, да, здесь. До утра. Часов там до пяти, да, там до четырех. А потом поехать. Так, потом придется ехать все утро и весь день. А так, видите, я сейчас проеду и спать лягу. Ладно. Хорош болтать. Поехали. Что-то ребята тут вообще конкретно занялись. Строительством, ремонтом дороги МКАД. Прям все срезают, все по новой тут делают. Стелят, ложат, половину положили. Видимо, к праздникам хотят успеть. Ну, я им-то они-то успеют. У них тут бригада-то, ой-ой-ой. Огромная. Так, ну, а я сейчас ухожу на Ленинский проспект. На М3. Поэтому. Вот это серьезно они затеяли. Через один километр на М3 ухожу. И поедем, ребята, по М3. А там, наверное, километров 20 проеду. И надо будет спать уже ложиться куда-то. Время, потому что полтретьего уже ночью. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok